Мы начнем с фан-встреч. Мы хотим начать с фан-встреч. Будут фан-встречи в городах, поэтому пишите, какие города, где сколько человек примерно, какие есть места. По таким вопросам звоните еще раз, повторяю, Алексею Юрьевичу, и мы с Андреем с удовольствием приедем. С Андреем и с удовольствием втроем приедем. Мы возьмем гитару и приедем. Предание Вселенной Нестер Кэш Итак, слушайте. Когда-то давным-давно, в смутные темные времена, зародилась Вселенная Нестер Кэш, и творился в ней хаос. Но так как в темные времена хорошо видно светлых людей, жители этой Вселенной увидели луч света в лице девушки с именем Мика, и пошли они за этим лучом в светлое будущее. Люди в этой Вселенной задавались разными вопросами, но им никто не отвечал, пока однажды не появился главный во Вселенной Нестер Кэш, загадочный Аю, и не направил мысли жителей в нужное русло. С тех пор они и идут, самостоятельно находя ответы на все волнующие их вопросы. Иногда во Вселенную Нестер Кэш попадают заблудшие души, души, у которых нет имен. Как они туда попали, никто не знает, но выхода назад уже нет. Души бродят по просторам Вселенной в поисках ответов, пока жители не направят их по правильному пути, по пути добра, света и любви. И только тогда те вспоминают, кто они, как их зовут и каково их предназначение. За порядком в этой Вселенной следит тот самый луч света, который жители зовут Микой. Она устанавливает строгие, но необходимые правила. Всегда справедливо судят жителей и не дает случиться конфликтам. Она дарит радость людям во Вселенной Нестер Кэш, за что ее очень-очень любят. Даже загадочный Аю всегда на ее стороне. Вселенная Нестер Кэш полна прекрасных жителей, и одним из них является Алена Звездочет. Она следит за тем, чтобы звезды всегда ярко сияли на небе и освещали путь жителям. Она связующая нить между небом и землей, между звездами и людьми. Она доносит желания жителей и старается, чтобы они были исполнены. Больше всего люди во Вселенной Нестер Кэш любят наблюдать за звездами. Они надеются, что эти звезды всегда будут ярко сиять и освещать их путь. Поэтому каждый день и каждую ночь их славят. Звезды Вселенной Нестер Кэш не похожи на звезды других Вселенных. Они особенные. Они намного ярче и теплее. Они светят так, что забываешь о тьме, греют так, что хочешь навсегда остаться под их светом. Для жителей эти звезды являются маяками, освещающими путь к счастью. У каждого своя причина, по которой он следит за небосводом. Своя тьма, своя боль и своя печаль. Но свет у всех один. Вселенная Нестер Кэш хранит много тайны загадок. Люди смотрят на звезды, задаются вопросами и пытаются найти ответы. Всех жителей этой замечательной Вселенной объединяет маленькая, но такая красивая мечта. Люди верят, что звезды когда-нибудь смогут подарить свой свет и свое тепло не только им, но и друг другу. Чтобы в один прекрасный день их светило перестанут быть одинокими в этом холодном бескрайнем космосе и станут одним целым. Дорогие наши друзья. Представляете, нам подарили вот такую вот замечательную книжку. Подарил ее Андрей Щеглов. Андрей сказочник Щеглов. Замечательные, прекрасные детские сказки. Разноцветные приключения Кузи. И мы с Андреем сейчас вам зачитаем одну. В одном старом деревянном доме между пыльными оконными рамами с кусками паутины по углам жили соринки. Некоторые соринки были гордые и называли себя не иначе, как частички, и постоянно хвастались перед другими. Мы были частью настоящего свадебного торта. Его поставили на окно, чтобы все прохожие любовались с улицы и говорили, какой красивый и, наверное, очень вкусный торт. А вы все обычные соринки или, попросту говоря, мусор. Соринки не обижались на хвастливые остатки торта, а делали вид, что не замечают их обидных слов. Среди других соринок была и самая обыкновенная и самая малюсенькая сориночка, которая имела странную форму, похожую на сморщенное сердечком. Наверное, из-за этого к ней относились особенно презрительно и называли сердце козявки или попросту Кузя. Но Кузя совсем не обижался на других. На оскорбление он не отвечал и даже немного жалел тех, кто его обижал. Хотя в глубине души Кузя очень хотел быть лучшим среди всех своих соседей и поэтому всякий раз поддерживал разговоры и вел себя достойно. Жители этого пыльного окна день за днем с увлечением рассматривали все, что происходило на улице. Очень часто они обсуждали большую клумбу во дворе дома, где росли разные красивые цветы. Их высаживали каждую весну и межоконные обитатели всякий раз гадали, что же посадят в этот раз. Наш Кузя, которого иногда звали Саринка Сердечко, всегда с радостью участвовал в этих разговорах. Но больше всего он любил не просто пофантазировать о цветах на клумбе, а по-настоящему мечтать. «Мечтал Кузя о том, что когда-нибудь всех соринок соберут вместе, разложат на белом полотенце и хорошенько рассмотрят. А потом самых красивых положат в большую стеклянную банку и составят композицию, чтобы любоваться». Что такое композиция, Кузя понимал не совсем хорошо. Но такие мечты у него начались после появления одной из соринок, которая была частью веточки из засохшего букета и стояла когда-то на этом самом окне в красивой стеклянной вазе. Звали ее странно – Бана. «Это от японского слова «икебана», – поясняла она. «Но я не вся икебана, а только ее маленькая часть, поэтому имя мое короткое. А икебана – это очень красиво составленная композиция из высохших цветов и веточек. Правда, некоторые не очень культурные личности могут подумать, что это мусор». Так говорила она, намекая на заносчивое хвостовство соринок от торта. «И именно Бана стала звать Кузю соринкой-сердечком, потому что так было очень оригинально». По ее словам. «Вы прям так, вот так начали?» «В одном старом деревянном доме, между пыльными окнами, еще раз». «Это лишь тайна во мне, во мне, ты и я, это лишь звезды, что упали в тишине, что упали и нашли друг друга, ты и я, это лишь тайна». «А после этого, самое главное, на моей родине, во Владимире, у нас будет концерт». «17 июня». «В ТЦ Валентина». «Да, поэтому мы вас всех ждем, будем рады, покупайте билеты на нашем сайте». «Дорогие друзья, привет!» «Дорогие друзья, давай еще раз, давай, 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 раз, два, три». «Вот вы всегда задаете вопрос, будет ли второй сезон?» «Второго сезона не будет, не будет». «Второго сезона я заберу твою семью, не будет». «Но, мы решили снять свой собственный сериал». «И по факту, на самом деле, его авторы не столько даже мы, сколько вы, потому что…» «Мы читали все комментарии, все, что вы пишете, что вы хотите, что…» «Есть много фанфиков, ты читал?» «Да, ты мне присылал еще, да. И вот теперь у нас работает команда сценаристов, профессиональная команда сценаристов, которые пишут народный сериал». «С нами в главных ролях, как вы хотели бы…» «Знаете, что самое классное? Что вот эти книги, что нам довелось, нам посчастливилось, нам доверили эту миссию…» «Доверили, это точно, это очень точное слово. Да, эта книга будет у нас в нашем магазине «Нестер Кэш», поэтому там вы сможете ее прочитать, дочитать и…» «И что-то новое для себя вынести, потому что сказки, на самом деле, с очень глубоким смыслом…» «И с прекрасными иллюстрациями, это сейчас редкость. Вот, смотри, о, это ты. «Дерево?» «Да». «Спасибо». «Я есть, круто». «Вот так вот?» «Сама на самом деле, у нас у каждого есть свой экземпляр, с подписью автора, да, Алексея Юрьевича без подписи, ха-ха-ха». «Да?» «Да». «Ну ничего, ее подпишет еще». « zeigt мне его даже не Scandinavia». «Starавно, он действительно стоит говорить.» «Вы Bonjour. Then, я думаю, и сказки, правило, есть вам язык, wow?» « xi-ла, чай плача», « Ricardo». «Б Speюль здесь он очень甚麼,เขмо». «Б Foол kim кто-то ин characteristic. Он сказал, мне за что не скучали. Женым ты не distinctive хотя бы. Г tears мне важен, и вот я чтобы за 얇urpose…» «Бaza болит». «И наруш mulheres, они разные силы. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...